В начале 1977 года сразу в 80 городах СССР от Москвы до Благовещенска стали всплывать поддельные 25-рублевые купюры. Со всех концов Советского Союза в Москву на экспертизу присылали фальшивки. Специалисты госзнака подтверждали, что поддельные 25-рублевые купюры принадлежали к одному источнику изготовления и имели большое внешнее сходство с настоящими. При изготовлении фальшивок использовался способ высокой печати. Бумага имела водяные знаки. Таких профессиональных подделок в Советском Союзе еще не видели. Распознать их в обращении было практически невозможно. В МВД поднялся настоящий переполох. Стало ясно. Деньги выпускает целая группа высокопрофессиональных специалистов. Возникло предположение, что это экономическая диверсия ЦРУ с целью подорвать доверие советских граждан к собственной валюте. Версия оказалась убедительной, ведь 70-е годы – это разгар холодной войны. Срочно были задействованы все секретные агенты за рубежом. А в МВД создана специальная следственная группа, которая занялась поисками денежных террористов внутри страны. Четко работали все звенья, начиная от МВД, кончая городскими, краевыми, областными управлениями БХСС. Вплоть до низового звена. Все было работано по чинам, было единой цели. Раскрыть это преступление, потому что это престиж государства. Не говорится о том, что это подрывает экономику, это престиж к деньгам. Это престиж лицо государства. Никому не хочется, чтобы на лице государства были там всякие там отметины, оспины и так далее. Весной того же года выяснилось, что большой сбыт фальшивок идет через рынки района Кавказских минеральных вод. Все рыночные торговцы были незамедлительно оповещены. Им предписывалось все время быть на чеку и о малейших подозрениях на подделку сообщать работникам органов. 12 апреля 1977 года на колхозном рынке города Черкеска один из продавцов заподозрил в протянутой ему 25-рублевке фальшивку. Он поднял крик, но незадачливый покупатель вместо того, чтобы скрыться, стал спокойно дожидаться наряда милиции. В отделении у него было изъято еще 77 фальшивых 25-рублевых купюр, которые тот, по-видимому, собирался разменять на настоящие. Даже во время изъятия милиционеры не подозревали, что за рыба попала им в сети. Виктор Баранов, 1941 года рождения. Образование среднее, беспартийный. После службы в армии работал в должности шофера в Ставропольском крайкоме партии. Был на хорошем счету. Иногда по долгу службы подвозил первого секретаря крайкома Михаила Горбачева. Независимо друг от друга, они оба вошли в историю своей страны. Один вписал свое имя в политические страницы, другой в криминальные. Когда сотрудник милиции, чин милицейский, спросил у него, как он полагает, в шутку, а не вы ли тот, который печатает фальшивые деньги, он говорит, да, вы ищите меня. Сотрудник милиции чуть не упал со стула. И тут в УВД города Ставрополя нагрянули большие чиновники из города Москвы. Из Министерства внутренних дел, из Гознака и, безусловно, следователи из прокуратуры СССР. Они, несомненно, не поверили, что один человек в сарайчике может это производить. Картина, открывшаяся в сарае Виктора Баранова на железнодорожной улице Ставрополя, заставила поверить в происходящее. В маленьком помещении с дырявой крышей было все необходимое для изготовления денег. Печатный станок, типографские заготовки, пластины, красители, клише. Преступление фальшивомонительства, это видно из теории, оно всегда групповое. И Баранов как-то вот единственное, вот я в чем вижу его как бы как профессионал, он один создал все, хотя это нонсенс. Всегда была группа. Фальшивомонительство вообще это организованная преступная группа, это как бы общее правило, но из каждого правила есть исключение. Баранову грозил расстрел, но предприимчивый фальшивомонетчик не сидел сложа руки. Уже на четвертый день своего ареста он написал письмо министру МВД Щелокову. Кроме просьбы о снисхождении, он изложил свои соображения насчет недостаточной защищенности советских денег. Я написал на десяти листах, и там в частности есть такие аргументированные вещи, как деньги должны быть строго одной ширины, не должны быть геометрические линии повторяться, то есть их нельзя механически будет повторить, что сейчас и сделано. Теперь еще одно, что значит новшество, которое ходит, о котором я писал, это блеклый свет должен быть, высокая печать, ну она сейчас овсетная, овсетная печать должна вот этот рисунок, который у нас, ну как будто лежит под основным рисунком. Он должен быть едва-едва видимым, для того, чтобы его нельзя было четко скопировать. Вы знаете, я думаю, что он, наверное, мог бы предложить многое, потому что он один своим умом дошел до всех тонкостей. Понимаете, на защиту и в то время сейчас работают целые институты, а тут одиночка такой вызов бросить целому госзнаку. Вряд ли найдется страна или эпоха, в которой не было своих фальшивомонетчиков. Например, древние мексиканцы вынимали из тручков какао, которые они использовали в качестве денег, настоящие бобы, и вкладывали вместо них камешки. Римляне штамповали сестерцы из низкопробных металлов, греки экспериментировали с талантами серебра. Не гнушались фальшивомонетничеством и сильные мира сего. Наполеон во время кампании 1812 года ввез в Россию 4 обоза поддельных царских червонцев. Во время Второй мировой войны немцы поставили на промышленную основу производство фунтов стерлингов. В СССР изготовление фальшивых денег некоторое время не было широко распространено. Советский рубль имел 22 степени защиты. Советский фальшивомонетчик Баранов присматриваться к деньгам начал с детства. Как он говорил, ни книг, ни музеев в его жизни не было, а к искусству тянуло. Я любовался красотой этих денег. Я видел всевозможных чудищ. Потом, значит, картинки мифических животных красивых. Человек видит обычную купюру там, допустим, смотрит на нее как на деньги. А я усматривал мифических животных из волшебных сказок. Вот эти деньги, которые были, 25-50, если их, собственно говоря, полураздеть, то там тоже просматриваются всевозможные мифические животные. Мне где-то было 10-12 лет. Ну, тогда у меня не было, конечно, желания никакого ни делать их, ни изготовлять. Просто меня они восхищали. Вот наряду с этой вот, именно с теми рассказами, разговорами о тех вот этих людях, которые их умеют делать. Но меня тогда привлекло вот это таинство, красота, линия, вот это все. Меня это увлекло. В советских купюрах юного ценителя прекрасного больше всего привлекал портрет Ленина. Объектом его вдохновения был образ Ильича, который он мог часами выводить карандашом. Тогда еще Баранов не подозревал, куда заведет его любовь к копированию портрета вождя всемирного пролетариата. Оборудование для производства фальшивых денег, созданное уже подросшим художником-изобретателем, сейчас находится здесь, в Центральном музее МВД. Экспозиция занимает целый стенд. В ходе расследования по делу Баранова было проведено 12 следственных экспериментов. Фальшивомонетчик несколько раз от начала до конца воспроизвел технологию производства поддельных купюр. Высокие начальники из госзнака, увидев собственными глазами, как все это было сделано, долго не могли прийти в себя. Баранов никогда не признавался, что деньги нужны были ему для наживы. Обогащение его не интересовало, а деньги были всего лишь возможностью воплощать в жизнь свои открытия. У меня были изобретения, то денег. Я придумал состав, который надо сортировать, картошку, картофель. Во всем мире как раз велись работы в этом плане. Но я тоже придумал способ. Он основывался на удельном весе картофеля в соленой воде. То есть, если в воду сделать определенную плотность, посолить ее, и ореометром замерить определенную плотность, картофель не тонет, он плавает. Все остальное тонет. С этим предложением Баранов обращался в Комитет по изобретениям и открытиям при Совете министров. Но оттуда прислали письмо, в котором сообщалось, что автором неправильно заполнен формуляр, и в связи с этим его предложение рассматриваться не будет.